Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Бессонная ночь. Несколько тысяч горожан в воскресный рассвет встретили на стадионе «Юбилейный» и разделили горечь поражения национальной сборной вместе с другими болельщиками. Здесь впервые за весь чемпионат была организована бийская фан-зона. Особое ликование у присутствующих вызвал второй забитый гол, когда россияне в игре с хорватами вернули шансы на попадание в полуфинал. «Будни»! Жителям соседних многоэтажек в ночь седьмого на восьмое июля было точно не до сна. Каждая атака у ворот соперников сопровождалась бурными эмоциями. На протяжении всего матча бийчане скандировали с трибуны различные кричалки. Кроме того, фанаты принесли с собой слаги, а также другую атрибутику болельщика. Особая ситуация накалилась в серии пенальти. После того, как стало понятно, что путевку в полуфинал получили не россияне, а хорваты, болельщики, многие охрипшие, отправились домой. И несмотря на то, что наша сборная потерпела поражение в этом матче, в адрес игроков звучало много лестных отзывов. Спортсмены показали себя настоящими борцами. Добавим, что во время трансляции матча в Бийске на стадионе «Юбилейный» произошел несчастный случай. Ночью 8 июля с трибуны с 8-метровой высоты упал молодой человек 88-го года рождения. Он получил серьезные травмы. Бийчанина госпитализировали в центральную городскую больницу. Сейчас он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Отметим, что по предварительной информации парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова